Где ты так загорел? Ну что, поехали? Кто начинает? Давай ты первый. Мика из Украины спрашивает, вас когда-нибудь путали друг с другом? Ты сказал из Украины. Да, она из Украины. Точно. Ты думаешь, это она? Мика? Может, не Мика? Это что, мужское имя? Может, там написано Миша? Нет, Мика. Мика. Ну ладно. Окей, слушай. Я говорил уже миллион раз. Проявите немного уважения. Хотя бы немного. Я намного симпатичнее тебя. Давай дальше. Мой некрасивый братец. Следующий вопрос мне задавать? Окей. Эммануэль из Франции спрашивает, у кого в команде наилучшее чувство юмора? Это точно не ты. Не я, правда? Нет. Но я один из. Топ-3. В юморе? Да, я в топ-3. Все просто смеются вместе с тобой. Да, вот именно. Это все мой юмор. А кто самый смешной? Думаю, Кайл. Да, Кайл хорош. Достаточно посмотреть на него, и ты уже смеешься. Выбираем, Кайла? Да. Окей, дальше. Фейсал из Эмиратов спрашивает, у кого из вас двоих лучше чувство стиля в одежде? Можно вместо меня будет отвечать кто-нибудь из Версачи. Если людям заходит яркая оранжевая желтая одежда, то это ты. При всей моей любви и уважении к Кевину, я отвечу, что у меня. Просто у меня. Я не говорю, что у меня стиль намного лучше. Просто выбираю себя. Хакам из Индии спрашивает, кто твой любимый игрок в истории Майн-Сити? Это сложный вопрос. Не могу выбрать кого-то одного. Тогда просто назови всех, кого хотел бы назвать. Я бы точно выбирал между Агуэра, Сильвой и Компани. Но думаю, что Кевин когда-нибудь тоже попадет в этот список. Ему нужно еще несколько сезонов. Он точно станет одной из легенд. Но сейчас... Нет, серьезно, один из этих трех. Также можно назвать Фернандинио. Это сложный вопрос. Не могу выбрать одного. Мне очень повезло, что я играл с каждым из этих футболистов. И выбрать кого-то одного я точно не могу. Это реально сложный вопрос. Мохаммед из Ливана спрашивает, тебе нравится играть на фланге или в центре? Я не такой быстрый, как хотелось бы. Поэтому ближе к центру. Карим из Объединенных Арабских Эмиратов спрашивает, вы бы добавили ананасы в пиццу? Ни за что. Тебе не нравится? Я обожаю пиццу с ананасом. С кухней в Украине что-то не так. Серьезно. Топовые чемпионаты Европы в самом разгаре. Чтобы получить максимум эмоций от всех, залетайте по ссылке в закрепленном комментарии и регистрируйтесь на FavBet. За первый депозит вы получите целых два бонуса. Ставку без риска до 500 гривен и до 4000 гривен на счет. Переходи и будь внутри игры. Мансур из Эмиратов спрашивает, кто твой футбольный кумир? Рональдинио. Он всегда был моим кумиром. Моя первая футболка была с его фамилией. В этом мы похожи. Никто не приблизится к Рональдинио. Зак. Не наш Зак, правильно? Расскажи, почему ты выбрал 17 номер? Да нет никакой истории. Когда я пришел сюда, свободным номером был 17 и, кажется, 9. Я не хотел брать девятку, потому что я не нападающий. Поэтому взял 17. Ты же знаешь, что это мой любимый номер. Какой? 17. Обожаю. Ты его не получишь. Да уж, спасибо. Ты следующий. Хешам из Египта спрашивает, кто будет лучшим футболистом 2030 года? Я уже не буду играть. Да ты и так уже старый. Тебе 30. Пора на покой. Через 9 лет. Пожалуй, я назову... Боже, даже не знаю. Это может быть Фодан, Холланд или Киллиан. Кто-то из них. Или кто-то, кого мы еще не знаем. Да, 9 лет это много. Это очень много. Хороший вопрос. Нур из Йемена спрашивает, назови свой любимый фильм. Побег из Шоушенка. Неплохо. Ты не знаешь, о чем я. Это хороший фильм, но я о нем не слышал. Хотя, может, и смотрел. Это шикарное кино. Может, я смотрел его на украинском, и название было другим. Ты не мог смотреть его на украинском. Почему? Нужно смотреть в оригинале. Я не смотрел его в озвучке. Смотрел на английском. Ты же знаешь язык. Да, но твой английский все еще не очень. Заед из Эмиратов спрашивает, назови свой самый сложный матч. Наверное, матч против Англии. 4-0. Мы играли не так уж плохо. Не знаю, я не смотрел. Нет, я был в отпуске. Ну да, ты же вылетел. Украина осталась. Мы играли в той же стадии. Но все равно ты поехал домой раньше. Какая разница? Ты был дома раньше меня. Вы победили в одном матче. Даже не знаю. Не знаю, что назвать. Самое обидное поражение было в финале Лиги Чемпионов. Но самый сложный матч даже не знаю. Так, дальше. Эльгази из Марокко спрашивает. Назови свой любимый гол. Наверное, твой гол в ворота Пелос, когда ты делал кросс. Наверное, гол в ворота Бразилии на Чемпионате мира. Да, неплохо. Мы разговаривали об этом с Жезусом. Он сказал, я говорил ребятам из команды, не давайте им убить. Не дайте ему ударить. Жасмин, Индонезия. Твой самый сложный противник. Я думаю, что это первый матч против Баварии. Предсезонки. Товарищеский матч. Я играл в центре поля против Филиппа Лама и Хаби Олонса. Я до мяча даже не доходил. За целый тайм я коснулся мяча всего два раза. Первый раз на свободном ударе. И второй раз, наверное, на вбрасывании. Жесть просто. Бетто из Португалии. Что ты ешь в разгрузочный день? У меня тот же вопрос. Так что тебя я спрашиваю о том же. Я обожаю картошку фри. Прям накидываешься на нее? Да. Отъедаешься по полной? Да. Я обожаю молочный шоколад. Покажешь мне плитку и я с ума сойду. У меня еще один вопрос. От Влада из Украины. Где ты так загорел? На Ибице. На Ибице, ясно. Я был там три недели. Только и делал, что загорал. Так и остался белым. Там что, солнца нет? Там ничего, кроме солнца. Только дождь. Кстати, я помню тебя в Дубае. Ты был красный, как помидор. Окей, ребят, спасибо за вопросы. Это было прикольно. Спасибо. Видео переведено и озвучено специально для канала SportUA. Подписывайся и жми колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики. Я сюда исследовал, чтобы не пропустить новые ролики. По-orn. Я сюда def campeончик, чтобы не пропустить новые ролики. Ш bill day. Я на идито и пошел в карте. Спасибо. 하